Здравствуйте, меня зовут Руслан Сулейманов, в эфире программа «Африка. Второй фронт». Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы довольно часто и много говорим о тех проблемах, которые связаны с африканским континентом, но иногда, как наши постоянные зрители знают, мы приглашаем экспертов, политологов, чтобы разобраться в каких-то глубинных, каких-то фундаментальных причинах того, что происходит на африканском континенте, да и вообще в мире. И сегодня один из таких выпусков я с удовольствием хотел бы представить нашего дорогого и уже постоянного гостя Хубяра Агаева. Это политолог, преподаватель Русской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского в Санкт-Петербурге. Хубяр, приветствую. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, дорогие телезрители. Не так давно, Хубяр, мы с вами читали лекцию про Палестино-Израильский конфликт. Вы сделали блестящее вступление о природе конфликта, о том, что такое конфликт вообще и как происходит, почему происходят конфликты до сих пор. А сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить как раз таких конфликтам, которыми, к сожалению, просто заполонен и африканский континент в том числе. Это и двоевластие в Ливии, и гражданская война в Судане, и непрекращающиеся военные перевороты преимущественно на западе африканского континента. Давайте для начала с вами поговорим о том, что такое конфликт. В принципе, я знаю, что вы очень глубоко владеете философским аппаратом. Вот не могли бы вы рассказать, что такое конфликт с философской точки зрения? С философской точки зрения конфликт, если рассматриваете этот феномен с точки зрения диалектической философии, есть противоречие. А противоречие есть борьба и единство противоположностей. Это вот такой диалектический закон материального мира, который заключается в том, что сущая, окружающая нас, она состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по своей природе, пребывают в то же самое время в борьбе и противоречии. Вот бывают противоречия обостряются, а бывают не обостряются. Вот когда они обостряются до такой степени, что дальнейшее их разрешение – это не обсуждение, а использование уже силовых средств, когда аргументы заменяются аргументами силы, на выходе чистый конфликт. Таким образом, в самом таком общем понимании, еще раз, конфликт есть обострившиеся противоречия, когда аргументы заменяются аргументами силы. Если мы с точки зрения вот такого определения рассмотрим, а какое место занимает конфликт в человеческом измерении, человек вообще пребывает в конфликте, в принципе, от самого своего рождения до самой своей смерти. У нас всегда борются ведь два начала, две природы. С одной стороны эмоциональная, с другой рациональная. С одной инстинктивное животное, с другой духовное, культурное. Человек постоянно пребывает в таком перманентном антагонизме. Вся его жизнь – это такая вечная внутренняя война. От простейших решений до судьбоносных. Уехать или остаться, отомстить или простить, или как по Достоевскому «тварь я дрожащая» или «право имею». И вот конфликт, конечно, это всегда боль, скорбь, страдания в той или иной степени. Но в то же самое время все эти ужасы, все эти разрушения являются импульсами исторического процесса. И в этом плане человек, а вместе с ним общество или изменяются, адаптируются к новым вызовам, или же ломаются и падают. Вот бывает так, что критическая масса противоречий доходит до такого своего пика, что тектонические плиты истории начинают медленно, но неуклонно двигаться. И в конечном итоге это приводит к так называемым социальным землетрясениям, которые приводят целый ряд глобальных изменений. Но именно так происходят мировые войны, экономические кризисы, революции. Именно так на смену одной эпохи приходит новая, другая. Да, исчерпывающе. Вот в этой связи хотелось бы спросить о том, какие в принципе перспективы у человечества. Есть такое распространенное мнение у биологов о том, что хомо, представителями которого мы являемся, это такая чуть ли не тупиковая ветвь эволюции. Поэтому люди сами себя уничтожат, сами себя погубят. И в принципе вся история человечества показывает, что ни одно существо на земле не производило такого количества внутривидовых убийств, как человек. Вот насколько по-вашему человечество еще долго будет сталкиваться с конфликтами? Или это неизбывная история? Сколько существует человек, столько и будут существовать конфликты. Ну смотрите, вот по оценкам ученых-историков, которые вот непосредственно занимаются исследованием войн, на протяжении всей истории человечества произошло более 15 тысяч войн, в которых погибло 3,5 миллиарда человек. Вот ученые посчитали, что за 5,5 последних тысяч лет наша с вами цивилизация человеческая находилась в мире ничтожные 300 лет. Таким образом, война, к сожалению, является неотъемлемой такой спутницей человека. Некоторые социальные антропологи вообще ведут отчет войн аж с каменного века, когда одни наши с вами предки закидали камняли и раздробили черепа других наших с вами предков. Вообще, фундаментальная природа насилия, она зиждется вот на этом пресловутом инстинкте самосохранения, который в свою очередь ведет к постоянной этой естественной борьбе за жизнь. А добавьте сюда еще культуру, которая, по сути, разделила человеческие группы по принципу свой-чужой. Да, мы разделены культурой, а это означает, что и мир мы воспринимаем по-разному. Свобода, справедливость, порядок, равенство. Вот эти моральные категории, они, по сути, воспринимаются совершенно по-разному. И все зависит от того, а в какой этнокультурной системе вы скормлены. И мы видим, по сути, одно и то же, но оцениваем это через разные культурные оптики. Вообще, война, как такова, это сложный, противоречивый, но все равно это политический процесс. На поверхности мы видим реку крови, но поспудно происходят прорывы физики, медицины, военной техники. В конце концов, меняется геополитический масштаб, развивается международное право. Вот если бы, например, не было вот этой пресловутой холодной войны между Соединенным Штатами Америки и СССР, так ли быстро бы развивалась космонавтика? Я не хочу сказать, что в мирное время не может быть развития. Конечно, может, но просто парадокс в том, что во время войны все ускоряется, все обостряется. И все развивается в невероятной скорости. Таким образом, весь этот парадокс, весь этот конфликт, он имеет две стороны. Это и ужас, с одной стороны, с другой стороны, это и развитие. Но таковы законы диалектики нашего с вами мира. Да, вот я как раз хотел вспомнить про диалектику. И вы интересно упомянули о том, что война это все равно политика, как говорил фон Клаузовец. Война это продолжение политики другими средствами. Вот на ваш взгляд, насилие, о котором вы упомянули, это действительно часть культуры определенных народов. Если мы, в частности, говорим об африканском континенте, может быть, и о Ближнем Востоке. Я помню, у нас в университете даже был целый курс про культуру насилия на Ближнем Востоке. Как вы считаете, это уже стало частью так называемого культурного кода для определенных народов? Или это то, что, в общем-то, преодолимо? Это то, чему нужно учиться? Я имею в виду жить вне конфликта, вот как, например, скажем, европейский континент, на котором после Второй мировой войны никаких войн не было. Если не считать ту войну, которая началась в 1922 году в Украине. А так, в общем-то, европейцы, видимо, умудренные горьким опытом, пришли к какому-то консенсусу, что не надо воевать за Эльза Салатарингию или Шлезвик Гольштейн. Как вы считаете, достижимы ли какие-то подобные компромиссы в других частях земного шара? Ну, во-первых, что касается Европы, она к этому пришла, пройдя огромное количество войн. Сколько, столько, сколько воевала Европа, не воевал ни один регион в мире. Именно с Европы начались и Первая мировая война, и Вторая мировая война. И каждая страна находится на своем историческом развитии. Конечно, насилие ни в коем случае не является какой-то особенностью того или иного народа или цивилизации. Это часть человеческой природы. Но о том мы и люди, и то, что отличает нас, по сути, от животных, это наличие культуры. И именно вот это свойство, хотя я сказал, что нас, с одной стороны, разделяет, но и с другой стороны, она выводит нас из этого животного состояния, из этой инстинктивной природы. И любая война, вообще, так или иначе, как показывает история, она всегда заканчивается компромиссом. Любая. Это происходит тогда, кстати, когда происходит осознание того, что издержки продолжать военные действия выше, чем доводить до логического конца ту или иную войну. Но, к сожалению, вот это осознание приходит очень поздно к политическому руководству. А связано это с тем, что, во-первых, каждая воюющая сторона, она пребывает в своей военно-политической реальности. И каждая сторона хочет победить, и использует те или иные возможности, ресурсы. Надежда никого не покидает до самого последнего. Вот, например, Третий Рейх тянул до самого последнего, когда, по сути, уже в 43-м году все было так или иначе ясно. Но надежда не покидала. Пытались зацепиться за последнюю соломинку. А может быть, США и Великобритания поддержат нас в противостоянии с коммунизмом? То есть, и эти варианты рассматривались. Но за этот авантюризм, по сути дела, расплачивались солдаты и простые граждане. Здесь очень важно, опять же, понимание вот этого принципа издержек продолжаем воевать или доводим до самого конца. Вот это, чем раньше то или иное политическое руководство осознает этого, тогда можно закончиться и военные действия. И относительно того, все-таки, если надежда, что мы придем к тому, что войн станет меньше, с моей точки зрения, безусловно, но для этого нужно развивать культуру, духовную составляющую человеческой цивилизации. Ведь война, это ведь не только то, что я сказал, мы видим на поверхности, да, эти реки крови, сражения, но и процесс. И важно этот деструктивный процесс подвести так или иначе к гуманитарным основам. Можно решать вопросы через дискурс, через дипломатию. Все-таки вот эти вещи должны превалировать. Просто сегодня мы, проблема в чем? С вами пребываем в процессе трансформации мирового порядка. Новая еще не сформировалась, она только-только подступает, а старая система еще крепко стоит на своих позициях. И она не собирается просто так сдавать свои позиции. И здесь вот происходит вот этот конфликт, вечный конфликт старого с новым. Но именно так меняются эпохи. И мы с вами сегодня созерцаем и находимся вот в этом процессе трансформации. А это всегда очень болезненные вещи. Да, как говорят китайцы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Вы упомянули о культуре. И вот здесь я хотел бы зацепиться, если позволите, за этот момент. Не преувеличено ли значение культуры в истории человечества? Уж не слишком ли люди полагаются на нее? Классический пример. Канун Второй мировой войны, когда произошел аншлюз и Германия присоединила Австрию. Вот есть много воспоминаний о том, что Австрия с ее венской оперой, с ее классической музыкой, это то место, где, в частности, евреев, скажем, заставляли драйвить улицы зубными щетками. Где вообще было просто немыслимое насилие. Или взять русскую культуру, которую сегодня так много ругают и считают ее ответственной за ту войну, которая происходит сегодня в Украине. Что вот и Пушкин, и Достоевский тоже как-то к этому приложились. Мы видим, как сносят многие памятники в Украине. Вот тоже касается и Африканского континента, где многие пересматривают отношения к, в том числе, представителям какой-то высокой культуры, к тем, скажем, археологам и исследователям, вроде Шампальона, исследовавшим Африканский континент. Вот не считаете ли вы, что культура, она тоже ответственна за то насилие и за те ужасы, которые происходят в мире? Культура, ее не надо воспринимать прямолинейно, но это то, что останется после любых, остается после любых войн. И возрождение нации начинается с культуры. Пушкин, он никуда не денется, он всегда был, есть и будет. Нет, отношение это к Пушкину может измениться, не так ли? За всю историю еще отношение ни к Пушкину, ни к подобным гениям не изменилось. Есть определенный исторический период, мы часто смешиваем политические, глобальные процессы, которые изменяются и спрашиваем, а где же культура? Где Гегель, где Кант, когда фашисты пришли к власти? А культура вам не гарантирует, и она не обязана, извините меня, интегрироваться в политические процессы. Другое дело, когда ее начинают использовать в своих пропагандистских целях. Но это всегда, вот эти процессы политические, глобальные, это всегда временная вещь. Это трансформация. А культура, это то, что будет возрождать из обломков эту нацию. И после поражения Третьего Рейха, извините меня, немцы потихонечку начали собираться духом благодаря то, что был Бах, Моцарт, Гегель, Кант, Хайдегер. И именно вот с этого, культура это то, что должна давать человеку надежду. Даже во время войн, именно культура маленькому человеку позволяет поверить в том, что будущее имеет место быть, и нужно жить и бороться. Это того стоит. Некоторые даже выжившие в концлагерях рассказывали о том, что мысли именно о великих, они про себя читали стихи, помогало им жить. Понимаете, культура это надежда, это то, что позволяет человеку оставаться человеком. Культура позволяет нам все-таки сохранить, я считаю, человеческую цивилизацию. Войны рано или поздно они всегда заканчиваются, Руслан. А культура, она бессмертна, одна вечна, она трансцендентна, она божественна в какой-то степени, потому что без культуры человек бы остался животным. Ну, я имел в виду то, что отношение к каким-то даже достижениям культуры меняется. Вот, скажем, взять такого прославленного французского художника Гоген, который писал обнаженных таитянок. Вот сегодня, в том числе во Франции, это воспринимают как элемент колониальной политики. Когда вот такой белый господин мог приехать на Таити, найти себе каких-то обнаженных таитянок и писать их, потому что он выступал с позиции сильного, с позиции вот того, кто стоит выше. Вот я имею в виду то, что та культура, которая была буквально 100-200 лет назад, сегодня мы воспринимаем уже иными глазами. И кто-то в этом находит причины, в том числе тех конфликтов, которые разворачиваются сегодня. Не находите? Я считаю, что находят это те, кто хотят политизировать и парализировать на этих вещах. А для человека, который ищет нечто высокое, человек, который пытается постичь бессмертное, чтобы хотя бы абстрагироваться на секунду от всего этого информационного шума, от всего этого ада, который происходит, черпает вот эти прекрасные глубокие смыслы, которые заложили вот эти гении именно в этих произведениях. А политики, которые порезентируют на этом всем и через пропагандические технологии используют безответственно все эти прекрасные идеи, с моей точки зрения, они очень быстро уходят в историческом таком аспекте, очень быстро рассеиваются как облако. А гении остаются гениями. И это, мне кажется, истина для всех. Ну, я думаю, с вами все равно бы поспорили представители тех стран, которые, скажем, находились в колониальной зависимости. Все равно, вот по моим ощущениям, сейчас идет какая-то работа и пересмотр вот былого величия, былого наследия. Вот, целое явление, можно сказать, по крайней мере, в русскоязычной публицистике сегодня, это антиколониальный дискурс, да, вот пересмотр какого-то исторического наследия России, как Пушкин условно называл Финляндию приют убогого чихонца, как к этому относиться, не было ли это проявлением колониализма. Ну, вот я это имел в виду. Давайте перейдем к третьему вопросу. Коль скоро мы говорим о конфликтах, и, к сожалению, мы продолжаем наблюдать вооруженные конфликты, не просто конфликты на уровне риторики. Каждый день в нашей программе мы говорим или о тяжелейшей ситуации в Судане, или вокруг сектора газа и так далее. Вот, на ваш взгляд, в чем специфика нынешних вооруженных конфликтов? Они как-то отличаются от того, что было, скажем, еще буквально полвека назад? Только ли это конфликты за территорию? Я бы выделил три ключевые особенности среди современных военных конфликтов. Первое – это технологический аспект. Те же самые Байрактары, они ведь изменили логику ведения военных действий. И в какой-то степени заложили тренд на то, что в будущем мы с вами, возможно, увидим уже формат бесконтактных войн. То бишь минимизация человеческого ресурса и акцент на роботехнику. Это только-только еще формируется, закладывается, но уже военные аналитики прогнозируют, что нас ждет в будущем. И «Звездные войны» уже не покажутся такой фантастикой. Второй аспект – это такой формат, он не сегодня возник, он был и до этого в разные эпохи, в том или ином формате. Это так называемые прокси-войны, когда противоборствующие стороны воюют не напрямую друг с другом, а используют третью сторону. Это может быть и военизированные повстанческие группировки, террористические организации, даже государство может быть. И вот эти противоборствующие две основные стороны, они финансируют, инструктируют то военной технике, то вот так или иначе. И таким образом ведут между собой, можно так сказать, холодную относительно войну. Вот как отмечают, Иран в этом плане использует максимально такую тактику использования прокси-войн на Ближнем Востоке. И очень удачно является одним из пионеров использования в такого формата войн. И третий момент, очень важный с моей точки зрения, это, конечно, информация. То есть мы живем с вами, там, постинформационная, как отмечают общества, некоторые идут, еще дальше говорят, постинформационная. Есть такая категория. Но так или иначе, информация является важным, ключевым сегодня моментом вообще в нашем современном обществе. И сегодня есть картинка, значит, есть событие. Нет картинки, значит, нет событий. И неважно, случилось ли оно или нет, по факту. Информация сегодня формирует события. Информация может манипулировать сознанием. Информация может настолько дискредитировать оппонента с той или иной стороны, что даже вызвать бурю возмущений среди мирового сообщества. Поэтому вообще информационная война является одним из таких ключевых сегодня процессов, которые мы сегодня можем с вами наблюдать. Вот, например, в Палестино-Израильском конфликте, если мы возьмем информационную войну, то Хамас очень серьезно и удачно использовал этот фактор. И в какой-то степени даже, как многие отмечают, переиграл Израиль, используя эти страшные кадры и все, и смог мобилизовать общественное мнение в принципе в мире. И получить определенную серьезную поддержку, а это вызвало давление, с другой стороны, на Израиль. Вот вам пример информационного фактора. Вот эти три аспекта, мне кажется, они сегодня в основном и определяют специфику современных военных конфликтов. И если можно, коротко, последний вопрос вам задам, тоже про специфику современных конфликтов. На ваш взгляд, те конфликты, которые продолжаются сегодня за территорией, это по-прежнему просто борьба за контроль над какой-то территорией? Или в этом еще есть какой-то символический смысл? То есть, взять ту же газу, взять западную Сахару. То есть, для людей просто важно владеть каким-то участком земли, который может даже и не быть богатым на нефть, на газ и так далее. Или вот они, как правило, закладывают в этом и какой-то сакральный смысл? Я в этом вижу на самом-то деле процессы, которые связаны с тем, что мы живем, то, что я уже отметил, в процессе трансформации мирового меропорядка. Вот недавно был международный экономический форум в Давосе, и он там был сделан доклад о глобальных рисках на 2024 год. И там эксперты отметили, что в течение последних 10 лет сформируется вот этот новый многополярный меропорядок, в котором средние и крупные игроки будут находиться в такой естественной политической, экономической, культурной конкуренции. А самое главное, они будут устанавливать здесь ключевое региональные правила игры и следить за их соблюдением. А что это значит? А это значит, что такие международные организации, как ООН, Совет Безопасности и другие глобальные институты, которые сложились после Второй мировой войны, они перестанут быть единственными центрами, которые будут отвечать за безопасность в этом мире. Таких центров станет больше. То есть мир разделится на региональные центры, и вот именно они и будут отвечать за безопасность и формирование нового баланса сил. Но пока это не случилось, нам с вами предстоит увидеть еще, к сожалению, много конфликтов разного уровня. Потому что мы живем с вами во время перемен. Да, вот на такой интересной ноте мы закончим нашу беседу, хотя с вами можно общаться в вечных. Убер, спасибо большое за замечательные комментарии. Спасибо, что пригласили. Я напомню, сегодня гостем нашей программы был политолог, преподаватель Русской Христианской Гуманитарной Академии имени Федора Михайловича Достоевского в Санкт-Петербурге, Хубяр Агаев. Это была программа «Африка. Второй фронт». Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на CBC. Субтитры подогнали Симон.